Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели». В нем мы обсуждаем наиболее интересные материалы, выходящие у нас на сайте. Меня зовут Александр Филимонов, я работаю в новостной редакции, а раньше вы могли меня слышать в подкасте «Творческие планы». На этой неделе центральным событием, безусловно, стал судебный процесс в Мосгорсуде, по итогам которого фонд борьбы с коррупцией, который и так уже иностранный агент, признали вдобавок еще и экстремистской организацией. У нас выходили материалы об адвокатах, которые были задействованы в этом процессе, команде 29, интервью с адвокатом Ильей Новиковым по итогам суда, также монологи политических активистов, вынужденно покинувших Россию из-за усиливающихся репрессий. Также на неделе, благодаря изданиям Bellingcat Insider, мы узнали, что писателя Дмитрия Быкова в 2019 году, кажется, отравили те же самые люди из секретного подразделения ФСБ, которых считают причастными к отравлению Алексея Навального. А конец недели очевидным образом потонул в наконец-то стартовавшем чемпионате Европы по футболу. Но у нас выходил еще один очень важный материал, о котором сегодня хочется поговорить. Это расследование «Медузы», посвященное государственной программе «Фарма-2020». Расследование называется «За каждым рублем стоит человек в погонах», а его авторы Светлана Рейтер и Иван Голунов. Это отрасль, в которую вложены миллиарды рублей с целью создания собственных лекарств и переноса западных фармтехнологий в Россию. Результаты примерно такие. Лекарств произведено немного, зато куда больше арестов и уголовных дел о мошенничестве. Поговорим с авторами после короткой рекламы. Нас окружает огромное количество визуальной информации, и очень часто первое впечатление мы формируем на основе того, что видим своими глазами. Чтобы на ваш бизнес и ваш продукт наверняка обратили внимание, важен качественный трендовый дизайн. И он не обязательно должен стоить дорого. В дизайн-бюро Forbidden знают, как создать запоминающийся фирменный стиль, и верят, что это можно сделать за разумный бюджет. В компании разрабатывают логотипы, дизайн сайтов и приложений, 3D-анимацию и технологии виртуальной и дополненной реальности. Forbidden работает как с крупными международными брендами, так и со стартапами. Для последних, кстати, у дизайн-бюро Forbidden есть спецпредложение. Фирменный стиль за 150 тысяч рублей. А еще скидка 30% на услуги для малого и среднего бизнеса. Заходите на сайт нужен-дизайн.рф. Там можно посмотреть проекты и портфолио дизайн-бюро, заполнить заявку на разработку фирменного стиля и узнать больше о специальных предложениях. Здравствуйте, Ваня и Света. Я вас, во-первых, хочу поздравить Свету с прошедшим недавно днем рождения, Ваню с окончанием суда по поводу полицейских, которые тебе подбросили наркотики, и, главное, наконец-то, с текстом. Мы, в общем-то, заждались уже всевозможных расследований свежих и очень рады, что, наконец, вышла вот такая статья. Кстати говоря, когда последний раз у вас было совместное, вы помните ли такой текст, или это вообще, может, первый, нет? Нет, это не первый. Это первый за долгое время, а последний совместный текст с вами, я думаю, у нас был примерно 4 года назад, может, 5 лет назад. Ладно, давайте про текст поговорим, он мне показался очень интересным. Для начала просто объясним простыми словами, что такое вот эта «Фарма-2020». Вот это что за такая федеральная программа, которую придумало, значит, наше правительство, и в чем ее смысл? Ну, «Фарма-2020», если человеческим языком попробовать объяснить, это федеральная целевая программа, какие тогда во множестве существовали, которая была придумана для того, чтобы наша фармпромышленность на тот момент довольно захудала, потому что «Фарма-2020» стали обсуждать, ну, в первой декаде 2000-х годов, и «Фарма» для нас была захудалая и, не побоюсь этого слова, маленькая, да, и чтобы ее как-то дотянуть до какого-то среднего уровня, придумали немножко залить ее деньгами, чтобы люди сделали здесь сопоставимые с Европой, Америкой препараты. Потому что есть такое понятие, как «Биг-фарма» западная, да, это такой монстр, объединяющий кучу крупных фармкомпаний, и наша фарма, соответственно, захотела к этому каким-то образом приблизиться. В 2000-х годах в аптеках было много импортных лекарств, они все были дорогие, и тут неожиданно решили, а почему бы нам не сделать что-нибудь подешевле, сэкономить бюджетные средства и развить свою фармацевтическую промышленность. И тогда еще были всякие эти веяния Дмитрия Медведева, инновации и все такое, поэтому вот решили сделать программу «Фарма-2020» и выделять деньги на разработку перспективных лекарств и на трансфер успешных западных лекарств в Россию. Ну, это была программа, которая была призвана делать так, чтобы у нас были свои хорошие лекарства. И что интересно, это было все придумано еще до всех санкций, до всей санкционной политики, да? То есть это не ответ на то, что случилось после 2014 года, вот типа ввели санкции, мы сейчас не можем иметь какие-то лекарства. Нет, это 2009 год, это скорее продолжение истории с Роснано, с Колковой и так далее. Да, это был такой период великой дружбы и перезагрузки, и это было еще, например, до того, как через несколько лет уже ввели правила третьего лишнего в отношении методизделий, например, да? То есть когда в России есть аналоги, мы на Западе не покупаем. А тогда это был период дружбы с Колковой, Роснано, мир дружбы жвачка. В общем, государство решило поиграть в такого венчурного инвестора, вложиться в какие-то количества технологий и перетащить их к себе. Но я так понимаю, что они, как и в случае со всеми инвестиционными историями, многие из этих вот технологий, а именно лекарств, они довольно рискованные, да? То есть там были взяты для этого трансфера какие-то лекарства, которые еще не прошли все испытания, да? Ну да, тут еще важно понимать такую штуку, что вообще медицинский венчур во всем мире считается одним из самых рисковых вложений, вложений, да, рисковых инвестиций, потому что ты не знаешь, наверняка выстрелит это лекарство или, другими словами, полетит. И такими инвестициями, например, да, занимается как раз та самая большая фарма, то есть монстр западная, о котором я сказала. Потому что только они могут себе позволить вкладывать кучу денег во много лет, потому что все эти клинические исследования могут идти долго, ничего не получится. Или лекарства надо будет дорабатывать там. В общем, это сложный процесс. И есть некоторая статистика, которая говорит о том, что только 5, по-моему, в лучшем случае процентов от имеющихся клинических исследований и препаратов, да, в итоге заканчиваются рынком. Но поскольку у нас бизнес во все такое вкладывать не хотел, да, государство решило, что вот мы вложимся. То есть это была такая большая фарма по-русски. А на Западе вкладывается ли государство в такое или только бизнес? Насколько мне известно, я могу ошибаться, да, но когда я проверяла, и до того, как мы с Ваней стали заниматься этой темой, все эксперты мне говорили, что это в основном делает бигфарма сама, да, потому что государство такой риск на себя не берет. Ну, нет, есть, конечно, какие-то там примеры, но они не такие, не в эту область, нет, не в эту отрасль. Ну, потому что это в некотором смысле кот в мешке. Да. Вы не понимаете, когда будет лекарство и каким оно в итоге будет. Получится оно, не получится, да, потому что там несколько стадий клинических исследований должно быть, там пробирка, грызуны, дальше несколько этапов люди. Это все очень долго и сложно. Ну, вот, фарма 2020, это значит, что она должна была закончиться в 2020 году, эта программа, мы знаем, что ее продлили на 2024, давайте посмотрим, какие сейчас предварительные итоги есть. Извините, что я перебиваю, есть такой проект фарма 2030. А, уже 30. Да, который сейчас обсуждается, да. Хорошо, ну давай посмотрим, чем закончилось, вот сейчас уже были какие-то предварительные итоги, какие лекарства выстрелили или не выстрелили, вообще какие итоги подведены в этой программе. Ну, надо сказать, что наши с вами итоги, они несколько отличаются от итогов, которые вывело государство, да. Но иногда совпадают с итогами, которые выводит счетная палата. Да, да. Счетная палата решила, что средства на эту программу были недосвоены, да, ну, то есть, говоря человеческим языком, тратить особо было не на что, да, потому что не было достойных каких-то проектов. И единственный, Вань, ты меня поправь, если я ошибаюсь, препарат, который мы можем назвать по-настоящему успешным, это Элпида химрара, ВИЧ-терапия, антиретровирусная. И при этом мы не можем, опять же, сказать, что это чистый эксперимент. И Ваня может объяснить, почему. Ой, как неожиданно. Собственно, химрар. Давайте сначала поговорим об этой компании. У нее немножко странное положение, потому что она сама является разработчиком этой программы, ну, то есть, люди из компании химрар написали эту программу, потом они стали контролировать как бы ее мониторинг, как она выполняется, и в то же время они оказались крупнейшими грант-получателями. И незадолго до того, как они выиграли тендер на разработку стратегии развития фармацевтической промышленности, они купили у компании РОЖ патент на препарат, собственно, для ВИЧ-терапии, который сейчас вот называется Элпида. Элпида сейчас включена в клинические рекомендации, их закупают, собственно, региональные спид-центры на бюджетные деньги для того, чтобы раздавать больным тем, кому необходима эта терапия. Но не все так просто. В какой-то момент у Элпиды, там отдельная компания была выделена, которая занимается конкретно Элпидой, и там появились, собственно, довольно влиятельные партнеры, как, например, компания Фармстандарт, как, например, Андрей Реус, собственно, бывший замминистра промышленности и торговли Виктора Христенко, который, собственно, принимал программу Фарма-2020, при котором она разрабатывалась и была принята. Также Евгений Михайлов – это человек, на которого записаны многие активы Валентина Мантурова, отца Дениса Мантурова, нынешнего главы Министерства промышленности и торговли, который отвечал за эту программу. Да, и как только собрался, собственно, список таких влиятельных и уважаемых совладельцев, препарат был включен в список ЖНВЛП, что происходит довольно редко, и, ну, то есть, как бы довольно сложно попасть в этот список. Это список жизненно важных препаратов, которым обеспечена, собственно, закупка из государственного бюджета. Производство Элпиды также размещено на Фармстандарте. Более того, там сейчас уже акции, которые принадлежат Химрару, владельцам Химрара, они тоже находятся в залоге у Фармстандарта. И, собственно, как только, условно говоря, Фармстандарт стал основным бенефицаром этого препарата, тут же он был вскоре включен в ЖНВЛП и вскоре появился в клинических рекомендациях, то есть, их рекомендовано этот препарат закупать спидцентром региональным для выдачи больным. Плюс там есть еще какие-то маленькие дополнительные детали. Например, Элпида была включена в клинические рекомендации Минздрава только в конце прошлого года. Собственно, главным внештатным специалистом Минздрава по ВИЧ-инфекции является Алексей Мазус. А буквально за год до включения Элпида в клинические рекомендации Химрар вместе с 24-летним сыном Алексеем Мазуса создал совместную компанию Avivir, которая стала первым в России, собственно, поставлять импортные тесты для COVID-19. И за год их успешно продала на 3,5 миллиарда рублей. И вообще мы брали только ту часть программы «Фарма-2020», которая касалась выпуска импортных лекарств в Москве. И то, что мы видели, это действительно такой цветок разных всяких конфликтов интересов. То есть родственник такого-то чиновника Минпромторга, вот у него есть разработка, вот она в этой программе, вот члены научного совета по этой программе, включая Академика Гинзбурга, а вот есть препараты, которые делают, ну, грубо говоря, его бывшие подчиненные, а вот еще один член ученого совета, а вот и его препарат в программе. Ну, то есть это немножко странно, потому что люди утверждают проекты и сами себе немножко денег тоже дают. Ну, или есть проект там от личного врача Михаила Ефремова и по совместительству брата сенатора Совета Федерации от Орловской области, тоже вот, собственно, получил контракт от Минпромторга на производство лекарств. Да, все очень взаимосвязано. Когда я читал, мне очень понравилась деталь про Алексея Власенко, который человек из Олимпийского комитета и председатель там нескольких спортивных федераций, там плавания и так далее, который очевидный лоббист, да? Да. И, значит, вот он сейчас сидит под следствием. Но почему как бы он стал заниматься всем этим делом? Выясняется, что он знаком с Невисом Мантуровым и, видимо, сошел с ним на почве любви к плаванию. И как-то, видимо, там это все срослось в один прекрасный день в вот этот замечательный проект. Ну, это мы предполагаем. На самом деле мы поэтому и стали заниматься этой историей, потому что там немножко предыстории. На меня вышел источник, как это бывает в нашей журналистской практике, который мне как раз сказал, что... Ну, там вообще история была немножко даже такая странная, да, что вот есть некий спортсмен, и он связан с Министерством промышленности и торговли, и, значит, по спиди, и это интересно. И мы стали как-то с вами следить, и как раз власника только-только арестовали. Мы стали заниматься бешеной этой темой, потому что как-то стало понятно, что там на самом деле вот такие вот есть штуки лоббистского характера, которые меня, например, давно занимают, да, то есть связать с Власенко и Минпромторг было сложно. При этом арест Власенко, я понимаю, что у нас крайне насыщенная информационная повестка, но это было довольно, ну, громкое событие. Вот, вообще в новостях писали, что взяли спортсмена, такого бывшего чемпиона Европы по плаванию, который возглавлял три федерации, все сразу подумали, что это за спорт, а на самом деле нет, а на самом деле на него дали показания два человека, которые были связаны с этой программой перенос технологий в Россию по фарме 2020, и дальше мне как раз называли фамилии чиновниц, которые тоже будут арестованы, и их арестовали, и мы поняли с вами, что это какая-то совсем уже сложная штука. Ну да, и даже несмотря на всю массивность вашего текста, он до сих пор смотрится как только такой первый подход к снаряду, что называется, только завязка всей истории, потому что, да, действительно есть в новостной повестке вот эта Власенко, чиновница Минпромторга Покидышева и Колотилова, но мы даже до сих пор не знаем, в чем их конкретно обвиняют, по-моему. Там есть какой-то эпизод мошенничества в крупном размере, а деталей же никто не знает, это все покрыто тайной. Ну, у нас есть комментарии адвоката Колотилова, и я ему очень благодарна, что он выдал под своим именем и довольно откровенно, который говорит, что Власенко и люди, которые получили контракты по программе «Фарма-2020» и Колотилова, и Покидышева, все фигуранты одного дела, да, что вот им как раз меняют то, что они помогли устроить контракты в рамках этой программы. Но там действительно запутанные истории, мы не знаем, кто еще будет фигурантом этого дела, а у меня есть такое подозрение, что кто-то еще обязательно будет, потому что это все копается с таким довольно широким фронтом. Незадолго, собственно, до начала массовых арестов там какие-то сотрудники Минпромторга перестали работать, там Сергей Цып, который, собственно, был первоначально куратором «Фарма-2020», а потом стал заместителем Мантурова, сразу после первых арестов он неожиданно решил завязать с госслужбы и перейти на работу в компанию «Ростех». За несколько недель до ареста Колотиловой, которая работала в Минпромторге и тоже потом ушла. Ну, в общем, там есть еще вот эта вот компонента, которой надо будет, наверное, как-то заниматься, вот, и как-то следить. И меня еще тоже зацепил такой момент в тексте, что когда люди, которые занимались, значит, этими контрактами приходили в Минпромторг и говорили, что, ну, у нас что-то не получается, давайте как бы завяжем, там, значит, чиновники настоятельно просили продолжать даже неудачные проекты. Да, это правда, это говорил член ученого совета Александр Штиль и под запись, и, в общем, нас, грубо говоря, тоже это повеселило. Но я думаю, что проблема была в том, что и действительно там это говорит источник из Минпромторга, что деньги были правительством выделены, и как-то же надо было их распределять, да? То есть, как бы, такая опять кажущаяся история, что просто осваиваем бюджет, а на что и что из этого выйдет, как бы не очень важно, да? Не очень понятно, скажем так, важно, не важно, да. Хотя вот вы сейчас говорили, что вроде как только один препарат выстрелил, но на самом же деле у вас написано, что 57 лекарств разрабатывались, и 4 из них выведены на рынок. То есть, там еще пара лекарств от гепатита, и вроде как бы даже там получается условно в процентном соотношении, что из всей программы там якобы примерно 10% успеха, что на инвестиционном уровне уже считается как бы хорошо. Неплохо. Да, неплохо. Это правда, это правда. Но почему я стала говорить про лепиду? Потому что основной кусок, грубо говоря, денег приходится на лепиду, которая попала в программу, мы предполагаем, благодаря административным связям в том числе. Это такая типичная российская история, когда мы не можем сказать. Этот препарат действительно хороший, этот препарат действительно работает. Без этого препарата мы жить не можем, да, только потому что вся история препарата обросла в массы каких-то ведомственных и административно-ресурсных связей. Вот в чем дело. Как бы тут еще был момент, откуда мы производим трансферму, то есть лпида – это была разработка роши изначально, которую рошь по каким-то причинам не стал сам дорабатывать. Но при этом там были какие-то контракты, когда, например, давайте проведем трансфер из Кубинского центра микробиологии, или там был трансфер от какой-то фармацевтической компании из Бангладеш. И все эти трансферы, ну, то есть непонятно, насколько потенциально, возможно, это были хорошие лекарства, но вот все эти трансферы, они типа закончились, мы не смогли достичь результата. То есть как бы этих лекарств еще не было. Вот, а по одному из четырех, там тоже есть такая забавная штука, там действительно был произведен трансфер вот по биогеналу, но это был трансфер американского патента, собственно, русских разработчиков. То есть люди в России поняли как бы, что вот тут раздают деньги на трансфер технологий, как же нам их получить? Давайте мы просто зарегистрируем наше лекарство, помимо России и еще и в Америке. И скажем, что мы будем делать трансфер американского лекарства. Вот, и биогенал – это именно такое лекарство, но таких историй там несколько, наверное, там около десятка препаратов, когда русские ученые или там ученые, связанные с Россией, регистрируют патент в Америке или в Канаде и говорят, а сейчас мы будем проводить трансфер якобы американского лекарства. Да, вот слушаешь и понимаешь, что как бы, ну, что-то тут вот науки и открытий-то мало, как бы все друг с другом перекидываются патентами, значит, осваивают бюджеты, а на рынок что-то выводится, а непонятно на самом деле, нормально это лекарство или нет. Это довольно горько осознавать, вот с моей точки зрения. Ну да, это жизнь. Ну вот смотри, там, значит, были поставлены результаты по этой программе «Фарма», что должно быть в списке жизненно важных лекарств. 85% российского производства, да, и 50% лекарств вообще должны производиться в России. И какой итог? Еле-еле добрались до 30, да, какие цифры, вы не помните? Примерно так. Ну, то есть они делают хорошую мину при плохой и горячей виду. Когда мы еще не закончены, у нас еще есть 3 года, мы всего достигнем. Я не могу сказать, что мы достигнем, не достигнем. Я не могу, опять же, было бы слишком самонадеянно с моей стороны говорить, что это плохая программа, да. На самом деле фармацевтическую промышленность поддерживать надо, и мы это в последний год с лишним поняли очень хорошо, да, что фарма должна быть и фарма должна работать, да. И, ну, я опять же съеду на свою любимую тропинку, да, связанную с вакцинами. Да. Ну, то, что у нас сейчас есть производители вакцин, мы отчасти, конечно, обязаны тому, что фарму решили залить деньгами. Давайте называть вещи своими именами. Потому что бывшие чиновники Минпромторга, с которыми я встречалась, объясняли мне, что зато у нас теперь есть там 40 заводов, да, зато у нас люди надолбили компетенцией. В общем, это в каком-то смысле следствие той самой программы, что у нас теперь есть, я не знаю, реакторы, да, на которых можно делать вакцину, да. То есть в этом смысле программа как-то себя оправдала. Но то, что мне кажется, это мое убеждение, не знаю, может, Ваня со мной не согласится, денег потрачено было гораздо больше, чем нужно, ну, вот, мне кажется, это некий факт. Ну, и часть денег ушла как бы совсем не туда, ну, потому что вот история, собственно, с Зубковым, вокруг которого есть уголовное дело, это бывший акционер агрохолдинга, который продал бизнес и вот решил чем-то заниматься. Но в итоге, как бы, вот он получил контракты на 4 лекарства, 3 по трансферу и одно по другой программе, тоже в рамках Фарма 2020. Но в результате, несмотря на то, что контракты успешно были приняты Минпромторгом и все такое, как бы, но эти препараты в реальности не производятся и никаких там производственных мощностей на эти деньги не появилось или чего-то еще, ну, то есть, вот в данном случае, как бы, это вот банальный схематоз. Уже есть 500 миллионов денег, которые потрачены зря. Какие-то деньги даже с неуспешными лекарствами, наверное, пошли вот на то, что, Свете очень нравилась эта фраза, пощупать молекулу руками. Наверное, кто-то вот за 150 миллионов немножко пощупал. Да, да. Да, кто-то сделал какой-то дженерик. Ну, то есть, ну, как бы, ну, что-то есть, но немного, да, скажем так. Хорошо, понятно. Ну что, я так понимаю, что вы будете пристально следить за этой темой дальше, потому что, ну, и уголовные дела явно будут накатываться, и ты говоришь, что еще и фарма-2030 сейчас, значит, планируется. Ну, и вообще, как бы, в связи со всей вакцинной историей, конечно, пристальное внимание к медицинской тематике. И, видимо, можно ждать продолжения этого расследования в какой-то обозримой перспективе, да? Ну, обозримой, необозримой, я не знаю, вообще, тут такая история, вот год как-то я занимаюсь этой темой и периодически думаю, что, ну, все, больше уже, ну, как бы, ну, нет, нет, сейчас точно мы не будем. И потом ты понимаешь, что, ну, как бы, столько всего происходит, да, до этого. Отец, с которым Ваня мне очень помогал, он был там почти год назад, когда я, Ваня и Саша Вершов, мы делали материал про препараты, которые в России используют для лечения коронавирусной инфекцией, так красиво скажем. И такие были страсти тогда, все очень надеялись на препарат Римдисевир. Я помню, я просила Ваню смотреть, сколько производится гидроксихлорофина, да? Вот сейчас фарма и вакцины – это такой новый чёрный, да? То есть ты можешь от этого зверски уставать, но читают про это постоянно, да, так что, конечно, мы, к сожалению или к счастью, будем за этой темой следить. И, судя по всему, как бы по финансовому вложению, это как бы прям такая очень массивная область, у нас больше, может, вкладывают только в оборону, да? В оборонную, да-да-да, это стандарт, да, это правда так. Ну, по крайней мере, долгое время это было так. Почему-то все забывают про тротуарную плитку. Твою любимую, конечно. Примерно столько же, сколько тротуарную плитку, да. На самом деле нет, но вот если сравнивать фарму 2020 и тротуарную плитку, конечно, тротуарная плитка вкладывает больше, ну что вы. Серьёзно? Каждый год в Москве бюджет примерно 30 миллиардов на тротуарную плитку, а бюджет, который мы изучали на трансфер технологии за 10 лет, было выделено 8 миллиардов. Да, но это мы брали трансфер, а если мы возьмём фарму за несколько лет, да, то там как раз это 30 миллиардов, поэтому несколько тротуарных плиток, да. Знаешь, один бюджет фармы 2020 за несколько лет равен, ну да, сопоставимо с тротуарной плиткой. Что ж, спасибо за то, что послушали. Подписывайтесь на подкаст «Текст недели», мы есть на всех стриминговых платформах. До следующей недели, пока. Субтитры подогнал «Симон»!